Добрый вечер, друзья! Мы рады всех приветствовать на нашем YouTube-канале Nature Photo Team. Кто еще не успел подписаться, обязательно подписывайтесь. А я пока расскажу про нашего сегодняшнего гостя. Наш сегодняшний гость не просто биолог, фотограф или путешественник. Интересы Стаса лежат гораздо глубже и шире. Стас снимает крупных животных, причем чаще всего делает это под водой, но и над водой тоже. И при этом он снимает их там, где другие фактически не снимают. Стас находит действительно уникальные, эксклюзивные места для съемок и организовывает туда настоящие экспедиции. Это и хобби, и любимое дело, и уже работа. Итак, приветствуем Станислав Захаров. Стас, привет! Да, привет! Очень рада тебя видеть. Спасибо, что присоединился к нам этим вечером. И чатику всем привет, ребят. Если кто нас смотрит, у кого есть вопросы, пишите. Обязательно мы их в прямом эфире сейчас озвучим. Так, а давай начнем с первого вопроса. Ты сейчас занимаешься, сейчас жизнь твоя буквально в путешествиях. Это такой приключенческий образ, как, не знаю, из далеких фильмов, когда у детей была мечта стать фотографом каким-нибудь, который, как фотографы Nation Geography, куда-нибудь постоянно путешествуют, ездят, ныряют с акулами, с медведями, с белыми медведями, с кем угодно. Вот, каким образом ты начал во всю эту историю влезать, и как тебе получилось создать именно такую жизнь, чтобы жить такой жизнью интересной? Ну, такой, наверное, образ был до пандемии. Сейчас он немножко более такой приземленный. То есть я сейчас в таких количествах, конечно, не ешу. То есть вот за последние полгода удалось там, ну, я не знаю, вот на Новую Землю скататься, ну, на Соловки, Териберку. Ну, наверное, и все, собственно. Не так много в этом году было всего. Вот. А как это все началось? Ну, в общем, работал я, я по образованию биохимик, работал я в лаборатории, в коммерческой лаборатории, то есть не в НИИ каком-то, да. Ну, работал, работал, что-то у меня стало грустно. Хорошее, причем, место очень было. Ну, и есть, собственно. Ну, стало мне что-то грустно, скучно. И захотелось мне вот какое-то вот прям изменить свою жизнь. Вот. Ну, и там что-то я сидел, долго думал, долго думал. Потом, ну, в общем, это на самом деле очень долгая история. Но вот первый мой проект был как раз это «Белое море Соловки». Я купил лодку, привез туда группу, откатал ее, эту группу. Это было совершенно ужасно. Бедные ребята, мне так жалко их. Это был мой первый опыт организации. Просто полная жесть. Вот. Но с тех пор как бы много воды утекло. И, в общем, последние несколько лет уже все довольные возвращаются домой. Мы это на временем с Володей в последнее время синхронизировались настолько, что уже и вопросы, и все взаимодействие. И на время как раз очень интересно, как это стало все-таки работой. Ну, путешествие одно, экспедиция второе, а зарабатывание денег – это третья такая история. Вообще расскажи, вот вообще доход приносит? Да, доход приносит. Это, собственно, мой основной источник дохода. И как бы вот в то же время, когда я делал свою первую беломорскую экспедицию, я познакомился с Мишей Коростелевым на Азорских островах. И прям настолько им восхитился, и очень захотел работать вместе с ним, но не мог тогда и подумать, что я ему как-то это самое, смогу как-то вписаться в его команду. Вот. Тогда я собирался открывать свою как бы компанию еще, как бы вот. Но на каком-то моменте мы с Мишей сели, поговорили и поняли, что нам судьба работать вместе. Вот. С тех пор я работаю в Team Trip уже, собственно, какого года? С 17-го, наверное, или с 16-го. Ну, где-то там, в общем. А вот смотри, ты ездишь по каким-то суперэксклюзивным местам и не едешь протопными тропами, да? То есть мало ли у вас туров таких, которые, ну, прям массовые и популярные. То есть постоянно какие-то экспедиции новые, что-то исследовать, находить новые места. Это было осознанное решение или просто так сложилось? Или тебе не так интересны популярные места самому? Ну, у нас есть разные экспедиции. Есть какие-то действительно, как ты говоришь, ухожеными тропами экспедиции, да? Есть тропы, которые мы сами протаптываем, да? Ну, вот мне лично просто как-то интереснее всегда было бывать там, где мало кто бывает, да? И то есть я именно в нашей команде в Team Trip больше всего занимаюсь именно такими экспедициями, которые там сложные, более-менее... Ну, там, ну, если не разовые, то, по крайней мере, не массовые. Вот. И в такие места, в которые, в общем, довольно трудно попасть. Ну, это не значит, как бы, что я только этим занимаюсь. Я езжу и по вполне себе таким более регулярным маршрутам. Я тоже их посещаю, вот. Но всегда просто хочется что-то такое новое, неэксклюзивное найти, увидеть и снять. А каким образом вы находите эти места? Ну, как-то, ну, есть какой-то опыт, да, накопленный, скажем. Ну, вот в этом году получился маршрут, вот, Вайгач, Матвеев, Новая Земля. Этот маршрут родился из той информации, которую я получил на научной конференции по морским млекопитающим. Я, собственно, их посетил, посещал я, по-моему, две эти конференции или три. И вот в этом году, вот сейчас вот как раз она не состоялась из-за пандемии. В общем, я езжу на эту конференцию, морские млекопитающие, галактика называется, я-то оттуда, в общем, набираю кучу знаний, и вот этот маршрут, собственно, я основывал на этих знаниях, вот. Ну, и такие вот знания, они по кусочкам, по кусочкам, вот так, значит, из интернета, из, ну, как бы, из просто гугления, да, как бы. Хочешь, например, там, увидеть нарвалов, сидишь и гуглишь, где бы мне увидеть нарвалов. В итоге понимаешь, где тебе увидеть нарвалов, но не сразу. Слушай, ну, как понимаешь, там же многие вещи, которые вы делаете, это уникально впервые. То есть это точно нельзя нагуглить, там, допустим, съемка в Белух, да, я так понимаю, что это... Это какая-то история, которая была суперэксклюзивная. Как ее можно гуглить? Ну, съемка Белух на Белом море, как бы, если об этом говорить, да, значит, мы подсмотрели методику у канадцев, да, то есть я 4 года пытался, 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 пытался поплавать с этими Белухами, лодка там моя стоит, то есть все, как бы, ни от кого не зависишь, ездишь, плавать пытаешься, ничего не получается. Но вот подсмотрели у канадцев методику, попробовали, и получилось. И получилось клево, здорово, они не пугаются ни в коем разе, они подходят сами к тебе, интересуются, смотрят клево. Слушай, ну, получается, все-таки во главе угла животное, да, морское млекопитающее, а вот история там, опять-таки, кто с тобой поедет, вообще, есть ли какая-то окупаемость у этой поездки, какой-то, не знаю, проект, смысл, вот это вообще какое-то имеет значение? Или вот морское млекопитающее влюбился на конференции, загорелся идеей, и дальше копаешь эти дорожки? Ну, в первую очередь, животное, да, конечно, но, естественно, всегда имеет значение, кто с тобой едет. У меня есть совершенно прекрасные, любимые мои люди, которые со мной ездят. Вот, например, Дима Кох, мы с ним вообще просто, я готовил эту шутку, скажу честно, и мы с ним неразлучны. Настолько, что наши жены уже начинают что-то подозревать, фактически все лето мы проведем вместе, снимая то Белух, то Моржей, то еще кого-то в разных точках Российской Арктики. Кстати, эфир с Кохом, вы можете посмотреть, мы потом ссылку дадим на него, потому что у нас будет с ним клевый эфир тоже. Тут слушаю еще про Белух, сразу прочитаю комментарии. Витя Лягушкин, привет, Витя говорит, что, ребят, сори, но всех Белух на Белом море давно уже сняли. Ты четыре года пытался, да. Опасная, опасная тема очень пошла. Ну, смотрите, мы не были первыми, кто снял Белух на Белом море. Значит, мы сейчас говорим про диких Белух, не Белух в загоне. Вот, и мы были не первыми, кто это сделал. Если, значит, их точно, я знаю, снимали на стационарные камеры под водой, но это немножко другое, и я знаю точно, что их снимала Таня Белей. Вот, но... Ну, слушай, вопрос-то был скорее про Гугл, ну, то есть не про то, что там... Вопрос в том, что это невозможно нагуглить. Ну, то есть это информация, которой, мне кажется, нет в интернете. То есть вот каким образом вы вообще это все находите, и каким образом появляется идея сама туда поехать. Потому что есть ли общение с какими-то учеными, еще с кем-то? Ну, потому что явно, что это не такая прям информация. Когда вы начинаете что-то новое делать, это очень сложно. Ну, и общение с учеными, конечно, есть. И я общаюсь, поддерживаю контакт со специалистами по морским млекопитающим нашими российскими. Некоторые из них мои близкие друзья, как, например, Гриша Цыдулка, Катя Джеки. Вот, с некоторыми просто общаемся и находимся на связи. Вот. Ну, и, собственно, на самом деле, и информацию тоже можно нагуглить. Например, вот, там никто не слышал про остров Матвеев, например, да? Но все равно это все ищется в интернете. То есть ищутся научные статьи. Там есть такие вещи, как экологический атлас Печорского моря, экологический атлас Карского моря, Морелапсио. Все эти нефтяные компании выпускают эти атласы. И там все это можно найти. Лежбища моржей там с точностью до километра. Ищутся по этим атласам. Вот. Ну и много разных вещей, да? Я давно, как бы, увлекаюсь всеми этими делами. Давно, ну, в общем, я изучал эту тему, да, где обитают разные животные. Еще когда даже не начал заниматься этим профессионально. Еще когда я работал в лаборатории. Вот. Поэтому информации с тех пор скопилось довольно много. У меня есть такой большой файлик, там уже страниц 200, наверное, где у меня все записано, включая контакты, сезоны, логистику, там, все-все-все-все. А расскажи на каком-нибудь простом или самом интересном, наоборот, примере, каким образом это делается. Возьмем, давай, какое-нибудь клевое путешествие и разберем сначала и до конца, как это работает. От планирования до реализации. Ну, окей, например, мы возьмем экспедицию на Чукотку, которая у нас только состоит в следующем году. Ну, там реализации еще у нас не получится, ну, давай попробуем. Ну, да, я как раз нахожусь в процессе, как бы, вот этом. Поэтому, ну, значит, я очень всегда хотел побывать на Чукотке давно. И я побывал на Чукотке в 2018 году, но я побывал только в одном месте, это Провиденский район. Это, как бы, очень красивое место, очень классное, но все побережье Чукотки, это, как бы, очень много очень крутых, невероятных мест, а проехать по ним нет возможности подряд, потому что, во-первых, это, ну, это и дорого, ну, как бы, нет, это невозможно, как бы, если ты не идешь на корабле, да, то есть там нет дорог, там даже вездеходы там не везде далеко проезжают летом, вот, и, тем более, еще на остров Врангеля попасть, да, то есть, понятно, что это возможно только на корабле, то есть там нет дорог, там нет нормального авиасообщения человеческого, вот, поэтому, соответственно, нам нужен корабль. У нас есть прекрасные партнеры, компания «Русарк» в лице Даниила Гаврилова и его коллег, значит, я говорю, Даниил, Даниил, друг мой дорогой, поехали на Чукотку, там, через два года, окей, мы планируем, как бы, корабль готовится к этому, соответственно, планируется логистика корабля, исходя из этого, вот, я строю маршрут, основываясь на своих знаниях, на как раз знаниях из научных конференций, на опыте людей, которые там были, значит, смотрю, как бы, то есть, я прорабатываю маршрут вплоть до точек высадки, там, ну, как бы, то есть, ну, я не могу сказать, что с точностью до метра, да, как бы, но я прорабатываю маршрут там с точностью до точки на карте, то есть, как бы, вот есть заливчик там небольшой, на севере этого заливчика мы высадим, вот, то есть, вот до такой точки. То есть, какие-то точки понятные, какие-то менее понятные точки на маршруте, вот, потом ближе к делу маршрут расписывается по дням, ну, то есть, сначала маршрут прикидывается грубо, да, то есть, мы закладываем, скажем, 20 дней, чтобы это было с запасом по погоде, чтобы это было с запасом по времени, там, кто-то поныряет с баллонами, там, кто-то, кто-то просто посмотрит, погуляет, где-то захотит задержаться, поэтому мы взяли, скажем, 20 дней, да, это хороший запас, если, скажем, у нас там корящий там шторм дня на три, то мы спокойно эти три дня сможем потерять и ничем фактически не пожертвовать, вот. Соответственно, ну, маршрут расписывается примерно по дням, потом, как бы, уже ближе к делу, там, маршрут расписывается по часам фактически, да, то есть, когда этим летом мы ходили на Вайгач, уже на втором заезде у меня было, грубо говоря, то, что мы приходим в эту точку, там, в 10 часов утра такого-то дня. Ну, понятно, что... Ну, это уже когда один раз ездили, да? Да, 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 понятно, что все это довольно грубо, потому что в море, как бы, там, скорость, они немножко не так получаются, как хотелось бы вообще в жизни, и, ну, время немножко по-другому идет. Ну, вот, соответственно, получился такой маршрут, значит, от Анадыря до Певека. Вот, соответственно, дальше разрабатываем на основе этого коммерческое предложение и выкладываем его на сайт. Вот, соответственно, люди, которые хотят, едут вместе с нами и прекрасно получают удовольствие от поездки. А вы когда впервые едете, вы понимаете, что вы снимете? Ну, обычно да. То есть есть, скажем так, общее представление мы имеем обычно, что мы снимем, но, конечно, бывают и сюрпризы. Но обычно понятно, то есть, да, на Чукотку мы едем, у нас там будут моржи, причем там есть одно лежбище на мысе Сердцекамень, там 100 тысяч моржей, типа, лежит. Это половина мировой популяции Тихоокеанского подвида. Ну, до 100 тысяч моржей. Ничего себе. Вот, то есть я видел съемки с дрона, но это вообще что-то просто невероятное. Вот, потом на острове Врангеля и в его окрестностях, там, от Колючинской губы, да, мы со Шмидта, это белые медведи. Наша основная задача, причем на острове Врангеля, то есть, это десятки белых медведей планируется, да. Ну, хотя тут тоже непредсказуемо, они же качают вместе со льдом, у них нет конкретных мест обитания. Но, как бы, на Чукотку съездить в таком маршруте и остаться без медведей, ну, почти нереально. Вот, и также я знаю точки, где находятся киты, то есть, там есть конкретные, там, заливы. В одном заливе, там, серые киты пасутся, в другом горбатые киты, там, ныряют за каким-то планктоном. Вот. Соответственно, вот эти все места, я, ну, я знаю, я изучаю это, я, там, с кем-то общаюсь, где-то я был сам. Вот, например, экспедиция на Вайгач, которая состоялась, собственно, на острове Вайгач я был. И там, ну, я не был по этому маршруту, потому что это Матвея, Вайгача, Новая земля, по нему я не был. Но сам остров Вайгач я посещал раньше, я представляю, там, геометрию берега, где высадываются и так далее. То есть какие-то по крупицам, по крупицам вот так вот собирается каждый продукт. Слушай, ну, понятно, что ты возьмешь Коха, да, а остальная команда как набирается, да? Как вообще, как ты собираешь команду и берешь ли ты всех туда людей? Есть какие-то ограничения вообще? Вот новичок может попасть в такую экспедицию? Ну, да, в такую экспедицию может попасть новичок, но в такую экспедицию новичок не может нырять, например, да. То есть если человек просто хочет посмотреть, то есть в этой экспедиции мы не упираемся в нырялку, да. То есть мы сделаем там несколько погружений, поскольку у нас большой запас по времени, пока те, кто не ныряют, они будут гулять и там что-то смотреть. Вот, в сопровождении там другого гида, грубо говоря. Вот, ограничения, ну, там, дети там от каких-то лет небольших, там, типа от шести лет сопровождения родителей, в принципе, мы уже в море берем. Ну, через пролив Дрейка, наверное, там, от восьми лет в Антарктиду. Но, в общем, таких-то существенных ограничений на такие экспедиции нет. Ну, то есть есть там какие-то существенные боли ограничения на экспедиции, там, где надо на вулкан лезть, там, и нужно обладать какой-то там физической формой, да. Или там, если ты хочешь понырять с баллоном там среди айсбергов в Антарктиде, то у тебя, именно с баллоном, да, то у тебя должна быть какая-то квалификация. Ну, не на бумажке, да, но хотя бы то, что ты на словах скажешь нам, что, типа, у меня там, не знаю, 100 погружений в сухом костюме. Окей, погнали. Слушай, ну, а мне не мешает такая разношерстная компания? Кто-то ныряет, кто-то не ныряет, кому-то можно это, кому-то нельзя это. Вот из-за этого не получается нарушение всех таймингов, интересов, вообще разброд какой-то группы? Вообще мы стараемся так не делать. То есть, да, это такой, действительно, такой довольно сложный момент. То есть в Антарктиду, скажем, у нас было два заезда. Один из них был полностью, как бы, сухопутный. Ну, там, то есть мы там поплавали один разочек, типа, все вместе с трубкой. А второй был полностью подводный, да, то есть мы здесь разделить смогли. Вот. Ну, поездка экспедиции на Вайгач показала, что очень сложно совместить, особенно в условиях цитнот это. Вот. Мы все равно с Кохом умудрились нырнуть. Но в условиях, как бы, плотного движения корабля и плотных выставок это довольно сложно совместить. Но Чукотка это настолько разовый, как бы, продукт. То есть я даже не знаю, когда в следующий раз она состоится. То есть мне все говорят, давай, в следующую, там, типа, в 22-м году. Я говорю, ну, ребят, ну, что-то я не уверен. Ну, потому что, ну, поездка достаточно дорогая, и, ну, то есть немногие готовы на, там, такую поездку ехать. Вот. Но, скажем так, там у нас большой запас по времени, у нас будет большой корабль, у нас будет два тузана. Смотрите, две надувных лодочки, это называется тузан. Вот, соответственно, на одном тузане те, кто хотят нырять, они могут понырять, в то время, как на другом тузане те, кто хотят заняться чем-то другим, могут заняться чем-то другим. Вот, то есть, например, мы можем остановиться там, где, скажем, ну, вот, например, там, в Провиденском районе есть такие классные скалы, там, с птицами. Там недалеко плавают киты, вокруг скал плавают птицы, плавают нерпы, там довольно прозрачная вода. В принципе, там одна лодка поехала смотреть китов и просто птиц по поверхности, другая лодка поехала нырять. В принципе, никаких препятствий я не вижу. Просто это все должно быть продумано. Если ты как следует заранее продумываешь, просчитываешь, то это более... То есть я могу вот это предсказать, потому что я там был. Но в других местах на Чукотке я, скажем, не был. И я даже не знаю, там будет прозрачная вода или нет. В принципе, на Чукотке вода довольно мутная. Поэтому я не думаю, что мы там очень сильно уже будем нырять. А вот скажи, съемка животных – это же такая суперсложная сфера. Даже когда едешь для себя просто сам поснимать, и то каждый раз думаешь, получится или не получится. А вы ведете группу, и это, соответственно, большая ответственность. И огромное количество факторов, которые могут повлиять на съемку. Либо там погода не задалась, либо животные просто не пришли. Каким образом вы таким... Ну, так получается, что вы приезжаете, и там есть что снимать. Или бывает, что вообще приехали, и вообще ничего не сняли. Такое тоже может быть? Ну, бывает, конечно. Бывает. Ну, не то чтобы часто, но вот, например, бывает на Шри-Ланке, что вот за неделю ни одного кита никто не видел. Ну, так бывает. На Азорах так бывает. Там, где вот вроде кажется... А что вы в этот момент делаете, прости? Я просто тебя представляю в этой ситуации. Я-то хотя бы пейзажи... Ну, как бы я когда водил какие-то группы, я с пейзажами там. Ну, вот в Исландии там. Ну, там плохая погода, 20 дней дождь льет. Но кадры даже еще лучше получаются. Да, там тональные перспективы. То есть все. Вот. А что делать две недели, когда ты с группой, и никого нет? Ну, это все зависит от обстоятельств, я так скажу. То есть, во-первых, сначала... С самого начала люди, которые едут... Ну, как бы, особенно если это люди, которыми мы не знакомы, да. Мы им всегда говорим, что, ребята, это дикая природа, здесь можно чего-то не увидеть. Вот. Можно чего-то увидеть, можно чего-то не увидеть. Вот. Соответственно, мы прилагаем максимальные усилия, смотрим все время погоду, прилагаем... То есть, там несколько раз в день, там два-три раза в день мы смотрим погоду на завтра, решаем, выходим ли мы завтра в море, там, значит, опрашиваем местное население, кто что видел и так далее, да. То есть, мы, как бы, прилагаем максимальные усилия, чтобы это случилось. Но если это не случилось, то есть мы сделали все, что могли, да. но мы, значит, стараемся заполнять чем-то другим активность. Всегда какой-то есть план Б, вот, да, ну, если ты едешь конкретно, не знаю, на Шантары, на Китов, а Китов нет, а там, по сути, вот, ну что, ты в маленькой бухте, закрыт от всего, от мира, от цивилизации. Хороший вопрос про Шантары, кстати, потому что, ну, то есть я на Шантарах был, но был я на Шантарах на Катамаране, поэтому на Катамаране все довольно просто. Если Китов здесь нет, ты идешь в другое место, и они там, возможно, есть, и ты ищешь, по крайней мере, ты предлагаешь в силе, чтобы их найти. Вот, а если у тебя Катамарана нету, ну, то есть надо, то есть, либо ты идешь на этот риск осознанно, да, то есть как человек, который приехал снимать, как гость, вот, ну, либо ну, либо организаторы могут предложить что-то другое, например, перелететь на вертолете на другую базу, ну, это, сами понимаете, вертолет есть вертолет. Слушай, ну, понятно, ну, в общем, прикольно, что мне кажется, что это нормально, что это абсолютно правильно, что почему бы и нет, ну, то есть, если ты хочешь снять какие-то эксклюзивные кадры, то риск того, что ты их вообще не снимешь, повышается. Если хочешь снять кадры, которые гарантированно снимешь, то езжай там в Норвегию, вставай, там есть специальный мостик, с которого можно снять красные домики, вот, и там к нему очередь, правда, стоит, вот. Серьезная очередь? Да, да, там прям вообще, там, ну, такой мост, там просто толпы людей стоят и снимают эти домики, ну, тот вид, который все видели, вот. И 99% что снимешь, я не знаю, не представляю себе случаев, при котором можно эти домики не снять, вот. А если ты хочешь какой-то эксклюзив, то да, тут гарантии нет, и ты вкладываешься. Я просто этот вопрос задал, потому что, мне кажется, что это очень красиво подсвечивает вообще вашу деятельность. И давай перейдем к какому-то, ну, у меня такой еще вопрос есть, люди сейчас сидят дома, нас смотрят и думают, куда бы им поехать дальше. Как правило, люди, мне кажется, никуда не едут, потому что они не понимают, куда им ехать и что делать вообще, и зачем, и что там увидеть, и с чего начать. Вот поэтому я у тебя, ну, уже задал этот вопрос, но тем не менее, его еще раз хочу повторить, вот именно с этой точки зрения. Каким образом вы находите точку и определяете, стоящая она или нет? Потому что, ну, вот у тебя есть какой-то опыт, да, ты, ну, что-то где-то гуглишь, ну, а вообще само желание, как появляется, как появляются какие-то возможности, как появляются мысли, что это вообще может удастся. Потому что, мне кажется, что у большинства людей, которые смотрят на то, как вы там плавали с морским леопардом, например, да, там, с Димой про это рассказывали, еще, я думаю, что вернемся к этому, в эфире в этом, им кажется, что это просто невозможно, что это, ну, для меня там поплавать с морским леопардом, ну, как-то, я не знаю, мне кажется, это другая планета, ну, типа, на Марс тоже люди летают, ну, хорошо, ну, там, сейчас еще не летают, окей, там, через какое-то время полетят или в космос летают. Для меня это такой же космос. Как вы вообще находите в себе силы сказать, что да, это возможно, что вот я запланировал, в этот месяц я сделаю это, в этом месяце я сделаю это, в этом месяце я сделаю это, а через год я буду плавать с леопардом. Как это происходит вообще для людей, которые сейчас нас смотрят и которые, например, хотят самостоятельно что-то организовать и куда-то поехать? Ну, я, честно говоря, не очень осознал вопрос. То есть как мы находим в себе силы, ну как, мы уже не первый год занимаемся, как находим, ну как-то, я не знаю. Ну вот, а как вы в первый год начали находить? Ну то есть вот ты, мне кажется, что для многих это невозможно, ну на уровне невозможно взять и поехать там снимать белых медведей. Да ладно, ну камон, ну это каждый может сделать. Ну леопарда, наверное, не каждый, да, но у нас были, вот у нас, у меня с леопардом плавала девушка, которая там за год до этого, я ей рассказывал о том, что такой сухой костюм, где пройти курс сухого костюма, чтобы это самое представление иметь, да, о том, что там будет происходить. И вот она плавала у нас с леопардом, и все прекрасно было, да, то есть и все было безопасно и хорошо. Ну, я себе просто не очень представил, вот человек сидит дома, да, он такой, так, хочу белого медведя снять, ладно, покупаю билет до новой земли. Это так? Так работает? Нет. Где у нас самолет? Это не работает, нет. То есть вообще-то летает самолет на новую землю, но если там на него можно попасть, только если у тебя есть связи в генштабе. Вот, вот, давай отсюда поподробнее. Ну, вот хочет человек поехать, например, снять белого медведя. Он гуглит Polar Bear Photography Tours, и первое, что он получает, это Шпицберген. Миллион, значит, ссылок на туры на Шпицберген на съемку белого медведя. Дальше у него, значит, в поиске выбрасывается это канадский город Черчилль. Это такое прикольное место, которое находится на широте, там чуть ли не Питера или нашего Белого моря, но там при этом тусуются белые медведи, вот, и их много. Вот, и вот, скажем, вот он узнает, вот этот человек, что там вот есть, скажем, Черчилль и Шпицберген, где можно снять белых медведей. Вот. Но Черчилль стоит космос просто, как бы, да, а, ну, Шпицберген, ну, вполне можно полететь. А потом человек вспоминает, ох, черт, пандемия, что же делать, не могу полететь на Шпицберген. Вот. И начинает, скажем, ну, на русском искать как-то, да. На русском не сильно много таких можно найти вещей. Ну, я так полагаю. Нет, ну, когда организовано, в общем-то, понятно. Ну, вы-то как бы не делаете, это когда организовано. То есть, когда купить тур в Черчилль за сколько там, 6-7 тысяч долларов. Это я себе представляю, эту историю. Вот. Ну, берешь, покупаешь и поехал. Вот. А как просто в России, знаешь, сначала ты садишься на поезд, потом ты садишься там на машину к кому-нибудь, а потом ты видишь медведя. Вот эту цепочку я вообще себе не представляю. Вот, вот. Вот это как раз вот поэтому мне очень полюбился наш маршрут, который мы этим летом прошли. Значит, Нарьянмар, Матвеев, Вайгач, Новая Земля. Значит, как это все выглядит? Вообще, это белые медведи, которые вот прямо вот, можно сказать, рукой подать от Москвы. То есть, вот. То есть, прямо из автобуса выходишь, а он там. Ну, почти, да. Из рейсового. Ну, то есть, ты 2,5 часа летишь до Нарьянмара, садишься на яхту, и вот, бац, и у тебя уже там через, ну, зависит от маршрута, соответственно, либо ты почасовой идешь, либо противчасовой. Но если ты идешь там сразу на Новую Землю, например, то уже, бац, у тебя там через полтора дня белые медведи вокруг тебя тусуются. Вот. То есть, это не то, чтобы очень близко, не то, чтобы ты прямо вышел из автобуса. Но это, ну, во-первых, тебе не нужна виза, да, как бы, скажем, чтобы полететь на Шпицберген. И вообще на Шпицберген не нужна виза россиянам, вот, там особый статус. Но поскольку все перелеты идут через транзит, через аэропорт Ослаб, который не имеет транзитной зоны, поэтому туда все равно нужна виза, вот, на Шпицберген. Вот. Ну, и плюс на Шпицбергене тебе тоже их надо искать, как бы, то есть нужно тоже сесть на корабль, на снегоход. А, как ты узнал про Новую Землю? Как эти места находятся вообще? Вот ты там три листа просмотрел про Шпицберген. Как ты вышел, что вот есть 2,5 часа лета и там медведи? Ну, как? Так, вообще я ездил, вообще это все началось с того, что с моржей. Я очень хотел увидеть моржей, и давно-давно, в каком-то там 17-м году, я полетел, я узнал, что на острове Вайгач расположено самое близкое к Москве и вроде как самое доступное лежбище моржей. Потому что на острове Вайгач можно долететь на вертолете. А узнал это я об этом из конференции по морским лекопитающим. Прилетел я в Нарьянмар, получил пропуск по гран-зону сначала, разумеется. Прилетел в Нарьянмар, сел на вертолет, прилетел на острове Вайгач. Там, значит, поселок этот Варнак. Вот там я нанял человека, значит, с бураном. Это такой снегоход советский, который может по голой тундре без снега ехать. И на этом буране мы поехали на Режбище моржей. Вот. 120 километров по тундре там плюс-минус. Или 100, ну неважно, короче. Мы приехали, а моржей нету. Вот так бесславно закончилась моя первая вылазка на Вайгач. Вот. А потом чувак сказал, ну типа, я не могу тут задерживаться. То есть видно, что они там лежали. То есть там пролежни эти моржовые видны на гальке. И известно, что они могут уйти там сегодня, а завтра вернутся. А чувак, который меня вез, он сказал мне, ну знаешь, у меня там послезавтра, там типа или завтра у меня значит, смена, я на дизеле работаю, поэтому извини, мы не можем тут остаться, и мы уехали. Вот. Ну типа, не можем остаться ждать моржей. Вот так вот первый раз я искал моржей. Вот. Соответственно, это вот был такой очень неудачный опыт. Ну там еще было много приколов, но это, наверное, не для эфира. Ну, соответственно, потом, значит, я просек, что, значит, еще рядом есть остров Матвеев, что мне на вертолете больше не хочется на остров Вайгач лететь, потому что, ну, это мрак какой-то. Вот. Соответственно, я понял, что на яхте будет клево. Вот. И вот Матвеев, Вайгач, клево. И там и там клево. Не только моржи, там еще всякие классные штуки есть. Вот. Ну и там до Новой Земли там рукой подать. Там от севера Вайгача там типа 7 или 8 часов, там или 6 часов до Новой Земли на яхте. Ну это просто смешно. Естественно, нельзя не включить Новую Землю в такую классную экспедицию. Вот. Ну и, да, вот я посмотрел по экологическому атласу Печорского моря, который Роснефть выпустила. Значит, я смотрю, вот на Новой Земле в южной части высокая плотность белого медведя. Ну, поехали, нашли. То есть кладезь инсайдов – это конференция по морским млекопитающим? Ну, для меня лично один из кладезей, да. Но это звучит достаточно хардкорно так. Ну так вот прям. Это смотря кому что нравится. Да, мне нравится морский млекопитающий в первую очередь. Кстати, я не знаю, зачем ты акулу на заставку поставила. Ну ладно. Вот. Владимир выбрал ее топовой сегодня для обложки. Я решила поддержать нашу команду. Но я раньше по акулам очень сильно угорал. Сейчас я… Ну, потом я дайвер, мне тоже это очень близко. Это вообще все твои морские млекопитающие. Я прям из церкви обливаюсь. Такого не млекопитающего. Ну, сейчас, конечно, по морским млекопитающим у меня, да, это то, что меня зажигает больше всего. Особенно полярные животные. Почему именно они, слушай? Это с чем связано? Какие-то детские истории, мечты стать каким-нибудь северным первооткрывателем, суперлежбищ или вот почему северные? А почему северные? Ну, я не знаю. Ну, потому что, наверное, всех, кто живет в теплых, умеренных широтах, более-менее всех китов я уже увидел. А тюленей там, собственно, нету, как и белых медведей. Ну, там почти нет. То есть много ездили на Азоры снимать и снимать и на Шри-Ланку. И, ну, Норвегия, это тоже, собственно, Арктика у нас. Да, в Норвегии тоже много раз был. Соответственно, все самое большое и интересное, там уже как бы увидено более-менее все. То есть кашалоты, синие киты, все увидено, снято. Там финвал, горбатый кит, более-менее все уже есть. Да, то есть, ну, я бы съездил, например, на Тонго из теплых мест, потому что, ну, просто я от того, что я там не был. Да, это прикольно. Я так вот, такого близкого интерэкшена с горбачами, как на Тонго, у меня в жизни не было. Да, он какой-то был, но не такой классный, как на Тонго. А так, то, что полярные животные, ну, это гораздо, ну, не знаю, вот, как-то это манит меня, что ли, да. Да, плюс, ну, вот, от Нарвала, наверное, вот самая моя большая такая мечта, это снять под водой Нарвала. Вот, но к этому мы идем, ну, буду идти еще очень долго я к этому, ну, по крайней мере, должны открыться границы, как минимум. То есть, вообще-то, я собирался в 21-м году ехать туда, но в 21-м году... А уже есть план куда? Конечно, но пока это секрет. Вот, ну, это все тоже можно нагуглить, в принципе, поэтому никакого большого секрета тут нету. Но хочется именно снять Нарвалов под водой, то есть, да, не снять Нарвалов... Ну, конечно, под водой, да. Это самое, там, с фотоаппарата, там, где будет такая какая-то серая тряпочка по воде тусоваться, да, а снять нормально Нарвала под водой, ну, это сложно будет. А их уже снимали, да, под водой? Да, снимали, но это, типа, делали, там, три человека в мире или пять человек в мире, ну, или, может быть, десять. Вот. Так же, как примерно... Тебе важно вообще быть первым, да, где-то снять что-то, чего очень мало, либо то, что никто еще не снимал? О, да. Насколько вообще... Это значимый момент. Да, это значимый. Ну, вот, то, про что Дима Кох рассказывал в своем эфире, да, у нас есть грандиознейший проект с Мишей Коростелевым и Димой Кохом. Мы поедем на Матвеев снимать моржей под водой. Вот. И, собственно, мы поедем туда, мы готовим, сейчас закупаем оборудование, мы знаем, как нас туда будут забрасывать, еще не очень знаем, как оттуда будут нас выбрасывать. Вот. Ну, вот в следующем летом мы планируем просидеть примерно две недели на моржовом ледбище в сопровождении сотрудников заповедника Ненинский, который любезно согласился нас принять. Вот. И сделать вот такой классный проект, отнять моржей под водой. Но это будет дистанционная съемка, слышишь? Это же вот у них же, я тогда Коху тоже говорила, огромные эти бивни, ну, тоже прям... Да не, они огромные сами по себе, там, сколько килограмм. Ну, до двухсот взрослые самцы Тихоокеанского подвиду, но Атлантический подвид поменьше, но это неважно, у них все равно большие эти клыки, вот. Вот. И это будет разная съемка вплоть до скуба-дайвинга с моржами. Вот. Я общался... Почему я? Ну, это будет... Решение будет принято на месте, да, то есть будем наблюдать за животными, за их поведением. У нас будут с собой баллоны, полностью скубы у нас все с собой будет, груза и так далее. Ну, я так, конечно, немножко сейчас вперед забегаю, еще может что угодно пойти не так, и это может не случиться, скажем, в этом году, например, да. Да, то есть не хочу как-то бахвальствовать, пока этого не случилось, да, но у нас будет полностью комплект до дайвинга, мы будем там делать и съемку в пол воды, и съемку с палки, и если мы все-таки решимся, сообразим, то мы будем нырять. Да, я знаю одного итальянского мужика, который живет на севере Канады и ныряет с моржами, и даже делает туры по нырянию с моржами, и одно место в этом туре стоит 15 тысяч канадских долларов на неделю, вот. А ты говоришь, что важно быть первым, это значимая история, и ты при этом берешь с собой одних из топовых подводных фотографов, и Коростелева, и Коха вообще, как же конкуренция. Ну, они же мои близкие друзья, я, ну как, это ж клево, поехать вместе, ну что, я там один бы поехал, сидел бы там грустиво, вместе весело, мы прекрасно общаемся, это будет классно, это будет так захватывающе, это будет надолго. Ну да, мы все втроем, наверное, что-то снимем, но почему бы и нет, ну то есть, как бы, мне ж не жалко, как бы, что... И потом вообще это Дима идею предложил по поводу вот именно такого проекта, вот. Скажи, а вообще можно бы нам в одиночку сейчас сделать какие-то крутые, яркие проекты, то есть может один человек потянуть какую-то организацию такого серьезного проекта? Да. Ну, не очень, ну в смысле, скажем, если бы я ехал один на остров Матвеев... Не, ну просто вот мне кажется, что сейчас как-то все начинают по каким-то группам организовываться, да, ну там даже тот же Горшков, который снял сейчас кадр, победивший на ВПА, он же тоже, в общем-то, не один это делал, там была, я так понимаю, ну как минимум еще один человек с ним был из заповедника, а то, может быть, и несколько. Вот, и чтобы добиться какого-то результата, такого прям выдающегося, который не может повторить никто, вот, в ближайшем там будущем рядом, приходится делать это не в одиночку, а группироваться с кем-то, потому что там ресурсы, аренда яхты, аренда там что-нибудь еще. Конечно, конечно, да. То есть в одного, конечно, сложно это все делать, и, ну, то есть, ну, например, у Горшкова был в сопровождении, я так понимаю, инспектор заповедника, который является экспертом, да, на данной территории, грубо говоря. И который потратил на это, там, я не знаю, примерно всю жизнь. Он все знает, да, то есть Горшков крутой, восхитительный, великолепный, но, безусловно, он не является таким экспертом по этой конкретной области, как человек, который всю жизнь этим занимается. Так же, как, скажем, я никогда не смогу стать таким экспертом по моржам, как, там, Юлия Богомолова, которая работает в заповеднике Ненинске, которая будет нас сопровождать, потому что она всю жизнь занимается этим лежбищем. Вот. И, ну, а моржи — это вообще дело тонкое очень, например, да, то есть... Моржи — дело тонкое. Нельзя быть экспертом, там, скажем, во всех областях, да, то есть если куда-то постоянно гнаться и чего-то постоянно интересное делать, наоборот, нужно быть, не знаю, дилетантом широкого. Профиля, грубо говоря, да, то есть чтобы ты мог и это, и то, и пятое, и десятое, но если, скажем, углубиться в какую-то тему и заниматься ей годами, ты можешь сделать этот проект один, да, но если ты делаешь разные-разные много проектов, то, конечно, проще и веселее и дешевле в команде это делать. А вообще все проекты одинаково коммерчески полезны? Вот ты, бывает, вписываешься в ситуацию, когда ты понимаешь, что там будет, ну, в ноль, да, может быть, вообще ничего не заработаешь. Бывает. У нас только интересная сама история, что ты все равно это делаешь. Бывает, конечно, такое бывает, да. А можешь про такую историю рассказать? Ну, вот, ну, как, например, проект на остров Матвеев, это, как бы, никоим образом не коммерческий проект. Мы едем туда за свой счет, как бы, покупаем оборудование за свой счет и все делаем сами, вот, и никакой коммерции там нет, вот. Ну, и массовые туры мы туда не будем делать в таком формате для нырялки с моржами, потому что морж может убить человека запросто. Очень легко и одним движением. Вот. И, ну, еще непонятно, начнем с того, вернемся ли мы оттуда. Ну, все полным ли составом мы вернемся с острова Матвеев. Вот это непонятно. Вот Кох рассказывал про то, что там на низких крокодилов, значит, берут с собой хирурга. Вот на остров Матвеев нам бы тоже, я думаю, пригодился такой. Да я думаю, не поможет он там. Ну, вот, вот, может быть, да, может и не помочь. Да, друзья, очень-очень важно, задавайте, пожалуйста, вопросы, потому что это очень важно. Возможно, что нам надо их сейчас задать и не ждать следующего года. Слушай, а есть такие места, которые открыли только вы, вы их запатентовали, закрыли, других вы туда не пускаете? Ну, прям такой совсем эксклюзивчик, вот такая история. Ну, мы не можем как-то не пускать, да, то есть мы можем... Грубо говоря, если там есть какой-то местный оператор, мы можем выкупать у него там все места на сезон, вот. Но, конечно, в каких-то эксклюзивных суперточках мы пытаемся это делать, да. Но мы же не можем, скажем, запретить другим яхтам пойти на новую землю никак. Ну, и, собственно, и не стали бы даже, если бы могли, но это странно. Получается, вы придумали, вы сделали, проработали маршрут, и потом, ну, кто угодно же может взять и повторить. Это неизбежно. Ну, это такой мир, в котором мы живем, как бы. Вот мы сейчас скатаемся, скажем, еще один сезон на новую землю, а через годик там уже подтянутся другие яхты, которые тоже начнут по этому маршруту ходить, потому что он клевый. Ну, это неизбежно. Слушай, я так понимаю, что это постоянный бег и постоянные какие-то организации новых мест. Сколько вы организуете, ну, каждый год в среднем, ну, может быть, до пандемии новых направлений? Новых? В год? Ну, не знаю, в год, не в год, во сколько. Не знаю, я не могу ответить на этот вопрос, это довольно сложно. Как они образуются? Когда у вас появляется какая-то дырка в расписании, вы начинаете это делать или что? Ну, нет, но что-то образуется, потому что у меня там, у кого-то из нас есть идея в голове это сделать, да. Вот как раз много новых как раз в связи с пандемией появилось. Ну, это довольно понятно, в принципе, да, то есть, потому что большая часть старых закрылась, потому что, как бы, границы закрыты практически все. И, ну, появился, собственно, вот этот проект на Вайгаче «Новую землю», который я очень горжусь, потому что он у меня получился с первого раза, как бы, отлично отработался маршрут. Собственно, он у меня давно в голове был, маршрут давно в голове был, все было, как бы, просчитано. Вот, и когда мы поняли, что у нас нет Шпицбергена, и то, что яхта Петр Первый остается в России в этом году, мне позвонил мой друг Дэн и сказал, Стас, нам нужна программа, чтобы летом, как бы, работать в России. И я говорю, вот у меня есть такая классная штука. Он говорит, давай делай, давай. Мы сделали. А так, ну, вот сейчас, как бы, ну, сейчас, ну, вынужденно появляются новые программы постоянно, потому что, ну, потому что за границей закрыты, а люди хотят ехать куда-то, в общем-то. И мы придумываем что-то новое. Вот сейчас на землю леопарда Миша придумал тур. Вот посмотрим сейчас, насколько это интересно будет. А давай тогда в обратную сторону. Мне просто очень интересно раскрыть твою жизнь, потому что она такая необычная, увлекательная. Один из вопросов, ну, давай по порядку пойдем. Первый вопрос, как часто ты проводишь в путешествиях? Сколько дней в году? Вот в девятнадцатом году я посчитал, что если вот взять год, то в девятнадцатом году я провел, наверное, восемь месяцев в экспедициях. Восемь месяцев, да, офигеть. Потрясающе. Это было уже, это было жестко, я под конец уже еле на ногах держался. И я должен был лететь на Тонго в сентябре. А в октябре, там, через три дня после возвращения с Тонго у меня должна, как бы, собственно, была свадьба. Ну, собственно, свадьба состоялась. Вот. Но Тонго, мне Миша пишет, ну, Статьян, похоже, у тебя не получится полететь на Тонго. Там что-то не набралась группа. Я говорю, слава богу, сколько можно уже? Вот. Ну, потому что там, ну, реально, то есть август закончился, а я там, типа, месяц дома был за все время. Вот. Когда там восемь месяцев прошло, из них месяц я пробовал дома. Но это было диковато, конечно. И вот смотри, получается... Слушай, а ты вписываешься... Да, прости, как раз по поводу того, что Миша сказал, не сказал, предложил, не предложил. Ты вписываешься во все проекты, там, Team Trip, которые предлагает Миша? Нет. Или есть какой-то приоритет, да, и какие-то выборочные истории? Нет, у меня есть приоритеты, конечно, вот, и это приоритет, это почти всегда морские проекты. И, ну, то есть не то, что много проектов я делаю, придумываю сам, а то, что куда я вписываюсь, как бы, это в основном морские проекты, связанные с китами, как бы, и, ну, там, одну по холодным регионам в основном я сам и делаю. Ну, бывают, конечно, исключения, да, но, то есть у меня есть приоритет, у меня есть то, как бы, что я умею хорошо делать, да, я там умею хорошо рассказывать людям про китов, искать китов, снимать китов, снимать моржей, там, искать белых медведей в бинокль, но при этом там, грубо говоря, я, не знаю, ни разу не был в джунглях Коста-Рики и ничего про их не знаю, вот, и поэтому я бы туда гидом не поехал, ну, потому что это просто будет непрофессионально. А бывают у тебя такие поездки, в которые тебе, как бы, ну, не особо хочется уже ехать, но они так популярны у ваших клиентов, что тур туда надо сделать, ну, потому что, в общем, ну, спрос-то есть огромный, чего бы туда не поехать, люди хотят. Ну, бывает, конечно, что уже одно место, как бы, ну, там, на Азорах, я не знаю, я был раз 10, наверное, вот, и, ну, на Азорах, конечно, постоянно клево ездить, особенно в тур, где мы снимаем китов под водой, но это не тур, это фотопроект, там специальные получаем пермиты, вот, и, ну, бывает такое, что уже примелькалось, конечно, и хочется куда-то в другое место, но люди-то другие тоже хотят это увидеть, вот, поэтому, ну, еду, да, конечно. Ну, я к тому, что мне просто очень интересно, что твоя жизнь, она все-таки не такой вот прям сахар, что ты постоянно путешествуешь, какие-то крутые штуки снимаешь, все равно есть какая-то неинтересная часть работы. Ну, в любой работе есть рутина, и это, и, ну, там, бронирование, там, авиабилетов, отелей туда-сюда, там, пятое-десятое, проработка маршрута, там, ну, то есть, если я еду в какое-то, например, сложное место, где я еще не был, ну, вот сейчас вот мы разрабатывали маршрут по Танзании, да, и я реально расписал каждый день по часам, то есть прямо вот по часам, сколько нам нужно здесь, сколько нам нужно тут и так далее. А вообще сколько человек работает над одним проектом, прости, Володя, пока не ушли от темы, ты говоришь, там забронировать, ты делаешь один все под ключ или есть какая-то проектная команда с точки зрения организации, как это все происходит? Ну, есть, конечно, команда, кто-то занимается соцсетями, кто-то занимается общением с клиентами, кто-то разрабатывает маршруты, и я исполняю разные роли в разные этапы своей жизни, то есть, да, и такие, и сякие, пятое-десятое, то есть, ну, то есть, когда, там, я начинал только, я там и соцсети вел, и менеджером был по общению с клиентами, вот, сейчас тоже бывает иногда, когда у ребят не хватает ресурсов, я тоже что-то подхватываю такого плана, но уже редко, да, то есть, сейчас в основном я занимаюсь организацией, то есть, подготовкой маршрута и, собственно, гидством на месте, вот это мои основные функции. А расскажи про какой-нибудь самой клёвой, чтобы взбодриться, потому что мы больше так в техническую часть ушли, про что-нибудь клёвое, интересное, ну, например, не знаю, про, ну, мне кажется, что с Леопардом, да, один из самых таких ярких проектов был. Расскажи про него прям чуть больше, потому что с Димой мы когда говорили, он больше про впечатления рассказывал, а у тебя-то много есть, что именно такого, инсайдов, как это организовывалось, какие были риски, что не получится, какой вообще был шанс, что вы его увидите. Да, Дима, конечно, ты встретил Леопарда и притащил на Диму просто за шиворот. Ну, да, да, да. Можно было его снять. В общем, история была такая, да, то есть, мы, значит, задружились с ребятами из Русарка, которые ходят в Антарктиду на яхте, но они никогда, ни разу не возили дайверов и вообще не понимают, что это такое и с чем его едят. Вот, очень сильно боятся морских леопардов, потому что они жрут им лодки, это правда абсолютно, они жрут эти лодки, вот. Но морской леопард, ну, для понимания немножко скажу, да, вот эта вот голова, ну, как бы, голова у него как у лошади размером, вот. И длина 3-3,5 метра, вот. Ну, как большая акула, вот. Ну, и большие зубы, вот. Но с морским леопардом мы изначально планировали нырять баллоном, потом прочухали, что это нужно делать просто с трубкой, вот. Но я тоже понимал, что я ни разу этого не делал, ни разу не плавал с морским леопардом, и поэтому я вряд ли смогу людям предложить какое-то качественное решение, да, на месте. Но зато у меня есть друг прекрасный, Бартыш, поляк. Я написал Бартыш, а он пять раз уже был в Антарктиде, пять раз плавал с леопардами, ну, пять экспедиций проплавал с леопардами. Он, как бы, наверное, один из самых опытных леопарда-плавателей в мире. А ты где его взял, этого Бартыша? Подожди, ты с ним познакомился тоже на конференции по млекопитающим? Нет, я с ним познакомился в Норвегии на касатках в каком-то там дремучем году 2012-2013. Мы жили в одной каюте, и он мне очень запомнился. Я на него тогда смотрел такими глазами, он рассказывал, как он нырял там с низкими крокодилами, с морскими леопардами. Но взрослый дядька, там, я не знаю, может, там сейчас лет 50, ему 55, такого плана. Вот. Надеюсь, он меня не слышит, если я с возраста буду немедленно. Но он по-русски все равно не понимает, поэтому не важно. Вот. Прекрасный, короче, дядька. И поэтому я его взял с собой как эксперта по плаванию с морскими леопардами. Вот. И Бартыш, собственно, нас всех этому делу научил. Нам показал, как это делается, научил. И у нас все получилось. И получилось классно. Вот когда, скажем, нет какой-то стопроцентной уверенности, что ты можешь справиться с чем-то, я беру эксперта с собой. Вот. Потом уже по истечении экспедиции я не могу сказать, что я стал таким же экспертом, великолепным, как Бартыш по леопардам. Конечно, нет. Но при этом я уже как бы точно, совершенно я уже могу везти туда людей и показать им это. Вот. И могу понять, когда можно входить в воду там с опасным животным, когда нет. А какой шанс был не снять его вообще? То есть вы поехали туда, это такая длинная экспедиция. Сколько по времени она занимает? 26 дней это была экспедиция. Ну, без авиаперелетов, если считать. Ничего себе, 26 дней только на съемку одного вот этого леопарда, да? Нет, нет. Это 26 дней экспедиции в Антарктиду, которая включает в себя дайвинг в разных местах. Там дайвинг с айсбергами, дайвинг просто. И наблюдение с поверхности там, высадки и так далее. И в том числе одна из целей была съемка морского леопарда. Ну, посмотреть и снять, да? Как бы для кого глазами посмотреть, для кого снять на камеру. И как она проходила? Ну, расскажи подробнее все. Все интересно. Люди же вообще никогда не были. Это ты ездишь по 8 месяцев в году в экспедиции? Вот. Люди вообще не представляют, как. Я ездил. Ну, я думаю, что это уже новинка. Дил, долго ли ты готовился, изучал этого животного? Да, он хищник. Почему ты вдруг решил, что ты сам не сможешь взять и нырнуть к нему? Зачем тебе потребовался гид? Ну, как сказать, я долго не изучал, потому что я понял, что лучше с гидом сразу. И лучше, чтобы он, как бы именно профессионал в этой области, рассказал нам все на месте. Поэтому я особо с изучением конкретно плавания с леопардом я не заморачивался. Ну, я понимал, что как бы это опасно. То есть это и опасно, с одной стороны, с другой стороны, нетривиально. Я не понимаю технологию. И поэтому решение про гида пришло довольно быстро и понятно. И человек быстро согласился поехать. И, в общем, все получилось прекрасно. Ну, а как все организовывалось? То есть как вы знали, где снимать, где что? Лето у него было еще столько. Где леопард вообще? А знали, где снимать мы? Потому что это была вторая подряд экспедиция в Антарктиду. Собственно, до этого я ходил в Антарктиду. Значит, первая экспедиция была в январе. Это была экспедиция с, ну, как бы, более-менее стандартного плана. Ну, в основном с наземными, как бы, высадками, да. И, то есть, по довольно такому, ну, если можно сказать, стандартному антарктическому маршруту. Но с уклоном, как бы, в диких животных, как мы всегда делаем. То есть, там есть какие-то такие совсем тупняцкие точки. Там, типа, идет корабль. Он высадится на одной базе антарктической, на другой базе. На третьей базе. Ну, я не знаю. Ехать в Антарктиду, чтобы людей посмотреть и дома. Ну, не очень прикольно, по-моему. Мы там высадились на одной, типа, базе дружественной. Вот. А все остальное время занимались животными. Вот. И поэтому уже, как бы, по прошествии этой экспедиции, ну, я, естественно, я запоминал, записывал, где каких животных мы видим. Вот. И стало понятно, примерно, в каком месте будут леопарды на следующей. Вот. Ну, то есть, уже более-менее понятно стало распределение животных по территории акватории. Ну, и уже, основываясь на этом опыте, плюс, соответственно, на знаниях партыша. Значит, ну, правда, они подкачали в этот раз. Мы зашли там в один залив. Он был очень красивый. Там не было ни одного леопарда. Вот. Ну, и мы вернулись, собственно, в ту точку, где у нас все происходило классно. А сразу вообще нашли леопарда под водой? Вот у вас была какая-то экспедиция? Было какое-то время? Наверное, мы, ну, чуть ли не неделю потратили на то, чтобы с ним поплавать из этих 26 дней. Ну, там поменьше, наверное. Ну, там порядки такие, да. То есть целый день на лодке. Ну, как бы, ну, вот как поплавать с китами, да, как бы, это не то, что ты пришел и поплавал с китами. Вот. Точно так же и здесь. Ты должен... То есть мы заложили большое количество времени, чтобы это... Значит, чтобы у нас было больше шансов его найти. Там, за это время мы умудрились поплавать с тремя разными леопардами. Всего-то на всего. И причем, и только одна из этих встреч была фантастически крутой, а две было просто между делом, так, мимоходом, проскочил. Вот. Ну, и, конечно, это все делается небыстро, и ты даже эксперт в этой области, он все равно должен попривыкнуть к месту, понять, что здесь происходит и так далее. Плюс, как бы, это командная работа. Ну, а как это происходит технически? Ну, как, мы прилетели в Ушуайю, сели на яхту и пошли через паралив Дрейка четыре дня. В один конец антартического полтора, потом там потусовались на яхте, потом четыре дня назад вдруг, как бы, в Ушуайю через паралив Дрейка. Вот так. Да давайте история на три недели. А для вот простых смертных, у которых отпуск, там, не знаю, 10-14 дней, какие-то интересные экспедиции, какие-то необычные эксклюзивные истории вообще возможны? Ну, вот, Вайгачи, новая земля, экспедиция длится 10 дней. С учетом там всех перелетов и всего прочего, там, получится 12, как раз две недели. Абсолютно нормально. А ты вообще больше любишь такие более лаконичные поездки? Или тебе по кайфу там где-то вот забуриться на месяц, на два, и вот полностью... Я обожаю забуриться на месяц, это просто сказка. Просто сказка. У тебя самое главное, самое мое любимое, что у тебя нет интернета, нет связи, у тебя есть только спутниковый телефон, и вот ты, когда хочешь, тогда и звонишь. Никто тебе не пишет, никаких пуш-сообщений, ничего просто. Это такой кайф. Вот сидишь месяц, раз в три дня там позвонил, алло, там, привет, там, привет, любимая, привет, мама, привет, Миша Коростелев, там, и так далее. Вот, ну, или там звонишь, о, боже мой, срочно там какая-то жесть происходит, там нам нужна помощь, не знаю, там, бензин доставить. Вот, ну, а потом возвращаешься в порт, выходишь из авиарежима, и это называется врата ват. У тебя тысячи непродичных имейлов. Срочно общей? Да. Ну, вот, бесистоя, это самое то вообще по кайфу люблю. Ну, три-четыре недели. Понятно, и желательно, чтобы и без любимой, и без Миши, да, и вот так. Нет, я очень люблю свою прекрасную жену с собой брать, и, в общем, стараюсь везде, где можно, везде, там, где есть какое-нибудь местечко, значит, малюсенькое, везде взять ее с собой. А, вот вместе ныряетесь, ныряетесь? Она не работает, да, вот я прошу прощения, простые житейские вопросы. Нет, она работает, просто у нее очень хорошие условия работы, потому что она очень ценный специалист, и у нее очень хорошие условия работы, и она, в общем, своего работодателя, в общем, способна убеждать, дать ей побольше отпуска, как всегда. Надо отдельные лайфхаки от твоей супруги. Да. Куда-нибудь и выложить. Скажи, а какое место у тебя занимает фотография? То есть, вот ты когда едешь, для тебя в первую очередь почувствовать или снять? Вот мы у Димы спрашивали у Коха, он говорит, что для него в первую очередь поплавать, это уже круто, а фотография, ну, это такая самореализация, немножко чуть дополнительно скорее, мне, как мне показалось. Для тебя как фотография или ощущение, или сама организация тебе доставляет удовольствие, вот, все организовать, чтобы все были счастливы, чтобы все-всех сняли, все увидели? Нет, я согласен полностью с Димой. Вот у Миши Крастелева, наоборот, противоположная позиция, для него фотография – это главное. А для меня, вот как и для Димы, собственно, самое главное – это быть в этом месте, смотреть своими глазами эти вещи, делать, как бы, ну, как бы, бывать там, где мало кто был, наблюдать то, что мало кто видел, а фотография – это, да, это подтверждение того, что я это делал, плюс, как бы, ну, у меня вроде как получается что-то, да, и, ну, прикольно, что-то такое снимаем. Ну, вот, наверное, ну, то есть до нас с Димой Кохом много кто из россиян был в Антарктиде и плавал с морскими леопардами. Ну, то есть мы не первые, кто это сделал, даже среди россиян, сто процентов. То есть там Рудаев, например, возят там уже, не знаю, там 20 лет, я не знаю, там 15 лет туда, давно. Вот, но мы, наверное, первые мы, кто снял так довольно мощно и эту историю растиражировал там в соцсетях, на выставках там, еще где-то и так далее. Вот, наверное, в этом плане мы, наверное, первые. Хотя я могу, конечно, ошибаться, не хочу никого обидеть, если я не знаю, то это чисто мой косяк. Что у вас по технологиям? Коптер, камеры, зеркалки, беззеркалки, оптика разная, телефону снимаете? Хотелось спросить, на что вообще? Ну, у меня Nikon 850, две тушки, телевик, ну, в смысле, супертелевик 150-600, Tamron, и для подводной широкоугольный объектив. В общем, это два объектива основных, они перекрывают практически все мои потребности. У меня там еще есть фишай, еще есть полтос, но я их таскаю, но очень редко ими пользуюсь. Например, фишай, вот я его купил, вот я его под водой реализовал прям по-настоящему только на силочах, да, там больше нигде. Мне больше нравится широкий угол, кому-то больше нравится фишай, мне нравится больше широкий угол под водой. Ну, вот кому как, да. Вот, значит, подводный бокс, обязательно две тушки одинаковых, потому что затечет бокс, протечет тушка, придется поменять. То есть они должны быть одинаковые. Ну, вот, Женя, ты об этом, соответственно, как подводный. Да, я прямо тебя слушаю, все очень понимаю, очень близко откликается. Вот, дрон, Мавик, ну, я вот свой утопил, точнее, он утопился сам, там какие-то на шантарах в том году у нас в один день упали там три дрона, типа, потому что, ну, никто не понял почему, но говорят, что там какой-то военный корабль был, и у него, может, какие-то там радиоштуки страшные. В общем, потерял связь и просто, и все. Вот, сейчас вот новый Мавик у меня второй, прикольный, мне нравится. Вот, что еще? Ну, GoPro, GoPro 360, которая снимает, такая прикольная игрушка, милая. Ну, то, что вот Кох показывал, вот такие обзорные у вас были интересные штуки. Да, это я ему как раз, я купил вот на Камчатку. А, вот она откуда. Да, у нас все постоянно такая история, да, вот я купил вот эту штуку на Камчатку, пока я говорю, Кох, смотри, как классно снимает, говорю, вот такой, да, классно, и тоже себе купил. Ну, вот это постоянно. И он мне тоже, значит, мне там что-то, Дима там, вот, вот, например, ну, там, не знаю, вот у Димы там миллион разных фонарей, он вот в этом шарит. Я вообще в этом не шарю, у меня есть две вспышки. Вот, я в основном снимаю без вспышек. Почти всегда с естественным освещением, то есть, ну, то есть, прям исключительно редко я снимаю со вспышками. Ну, мне кажется, к таким группам животным ты и не подойдешь со вспышками особо. Да ладно. Ну, смотря каким. Да, можно. Смотря каким. Слушай, а почему не делать какие-то совместные проекты, большие истории, там, ты, Дима, Миша, вот, что-то такое. Ну, вот сейчас будет. А помимо проектов что-нибудь, выставки какие-нибудь, еще что-нибудь такое. Конечно, конечно, да. Я подружился в прошлом году с, значит, коалицией по охране Южного океана и Антарктиды, подружился с фондом «Чистые моря», и мы сделали несколько выставок вместе в Москве. Значит, была у меня персональная выставка на музеоне, была у меня совместная выставка с Полом Никлином, я, честно говоря, даже поверить не мог в это. Ничего себе. Совместно и с Джоном Виллером, это еще один классный фотограф, который снимает в Антарктиде, вот она была на Цветом бульваре, и там типа, там, Джон Виллер, Пол Никлин, Станислав Захаров. Я прям вообще был в шоке, просто жесть. Стас, мне нужен автограф теперь. Просто жесть. Ну, я не видел Пола Никлина вживую, как бы, но я знаю, что он про меня знает, по крайней мере. Это греет мою душу. Вот. И, да, ну, потом первозданная Россия, там, выступление, там, на дайв-шоу, на первозданной, там, перед детьми я люблю выступать. Когда пандемия вот началась весной, я, там, сидел целыми днями, читал детям лекции, там, про косаток, там, про китов, про Арктику, Антарктику и так далее. Я люблю детям рассказывать, они так прекрасны, благодарная аудитория, это клево. Вот. Ну, и взрослым тоже нормально люблю рассказывать. Какие-нибудь книги не планируете выпускать? Или что-нибудь такое? Интернет-книжные проекты? Меня очень тронула, это вот история Коха про книжку для детей. Это, мне кажется, очень клево. А у Миши, Мишиными фотками уже проиллюстрировал какой-то атлас по китообразным. Вот. Ну, не знаю, мне кажется, мне рановато еще книжку выпускать. Ну, как надо? Не, ну, может быть, совместно какой-то. Совместно всем вместе. Сколько лет снимаете уже? Ну, я снимаю с 14-го года, но, серьезно, с 17-го года я снимаю. Ну, то есть, не абы сколько-то, да? Я понимаю, когда я там 20 лет поснимаю и там везде побываю, можно будет написать, наверное, мемуары, книжку, как мне там вот на этом острове жилось, а как на этом острове у меня жилось, и так далее. Ну, я пока что, мне кажется, это рановато как-то, не знаю, как-то борзо писать книжку. А вообще, есть ли какая-то планка, какие-то амбиции, вот, ну, чего ты вообще хочешь достичь в плане фотографии? Какая реализация для тебя будет, вот, ну, все? Моржи под водой, нарвалы под водой. Это вот самое такое, да, как бы леопард уже получился. Ну, белый медведь под водой, такое спорное дело, как бы. То есть, ну, это возможно, но это пока что не входит в какие-то относительно понятные планы. У Никлина есть крутой, конечно, кадр с медведьем под водой. С отражением, он прям вообще. Да, у Никлина есть, но вообще тоже, типа, вот, за что вот я люблю этот опыт, да, ты собираешься этот опыт по крупицам, по крупицам, по крупицам, в итоге у тебя получается твой уникальный набор, которого там, ну, почти ни у кого нет, может быть, там только у Пола Никлина. то есть, нет, у меня еще не настолько уникальный набор, да, то есть, но когда это будет плюс морж, плюс нарвал, вот это будет прям вообще классно. То есть я, то есть это, типа, то, что там, то есть, этого ни у кого нет, мечтали бы у дайвера. Типа, у тебя совокупный опыт такой, как, типа, у трех людей в мире. Там, типа, это, наверное, типа, мне кажется, на Луну там высаживалось больше людей, да, вот, и поэтому, там, я называю это, типа, прогуляться по Луне. Типа, так же круто, как прогуляться по Луне, иметь там такую, нравится такая фраза почему-то, я не знаю. Скажи, а чем пришлось пожертвовать ради такого опыта? Вот у тебя же явно, там, какие-то минусы у такой работы тоже есть. Во-первых, приходится жертвовать постоянно деньгами на ломающееся, теряющееся оборудование, это просто какое-то, это бич просто какой-то, это просто жесть. То есть из каждой, из каждой поездки я привожу огромный список того, что у меня сломано, потеряно и так далее. Ну, кстати, в Антарктиде не сломалось ничего удивительным образом, вот я как-то очень был собран в тот момент. Приходится жертвовать временем, проведенным с близкими людьми. Это вот самое тяжелое, наверное. То есть, вот реально, вот когда я там не видел жену в течение полугода, ну, не подряд, конечно, но там я типа на месяц уехал, на неделю приехал, на месяц уехал, на неделю приехал, вот так я жил как бы. Это прямо дико тяжело, это самое, наверное, жесткое, вот самое тяжелое, что есть в жизни, да, то есть не видеть любимых людей, вот. А что еще? Еще приходится жертвовать тем, что ты везешь с собой 100 килограмм багажа каждый раз. И это просто... А как вы это, как получается? Это я тебя понимаю. Расскажи. Ну, с трудом, с трудом, как приходится идти. Ой, поделись лайфхаками. Ну, поделись лайфхаками. Ну, хорошо, например, есть у меня, у меня есть две единицы ручной клади, которая, одна из них это фотосумка, и я говорю, ребята, это фотосумка, но там примерно килограмм 8, короче, объективов, это фотоаппаратов, но я говорю, это фотосумка, как бы, я с ней иду. Ну, в лоукостерах, конечно, не прокатят, но в обычных авиакомпаниях прокатят. Плюс ручная кладь нормальная, там килограмм 15, это рюкзачок такой, 40 литров, он как раз подходит по измерению ручной клади, могу потом это самое, скинуть модель, там, если что, вот. В него килограмм 15 набивается, да? А можно 8 или 10? Подожди, как ты с ним проходишь? Ну, я как-то не знаю, там можно ты из него вынешь, положишь в карман там один объектив, а потом отойдешь от стойки регистрации, положишь его обратно. На Чукотке, кстати, у меня такое было, там по-другому. Вообще везде на севере тебе взвешивают все, то есть там нет такого, что единицы, тебе взвешивают все, и все, что выше 20, ты платишь, то есть все суммарный вес. Вот. И я просто выложил объективы в карманы и сэкономил, типа, 4000 рублей. Это вообще жесть просто какая-то. А потом положил их обратно. Вот. Вообще карманы, карманы это великая вещь, и я себе даже купил летку как у Вассервана, но у меня оказались очень маленькие карманы, и не прокатывает для объективов, нужны большие объемные карманы. У меня пояс с такими штуками даже для объективов специальный. А вот его не факт, что можно, это отдельно уже. Слушай, я надеваю пояс сверху кофты и от рюкзака такой пояс прям на липучке. Из пультов говорю, только попробуйте меня остановить. Надеваю чудру. Да, да, да. И еще, еще классная тема, вот вообще бомбическая. Самая большая сумка, которая есть, ну, по крайней мере, то, что я нашел, это хоккейный баул. Баул для хоккейного снаряжения. То есть, ну, есть вратарский баул хоккейный, это вообще гигантская сумка, она полкомнаты может занять. Но я беру, это все не габарит. Я беру обычную сумку обычного хоккеиста, баул, самого большого размера. В ней, наверное, литров 300, не меньше, может 400 литров, то есть она прям реально гигантская. Вот. И туда очень классно заходит всякая снаряга, которая легкая, очень объемная, там какие-нибудь полярные куртки, сапоги какие-нибудь, еще какая-нибудь такая фигня. Вот. И бывает, что ездишь с какими-то, с двумя баулами. Фишка этого баула, кроме, ну, опять же, он, конечно, дико неудобный, невозможно ехать на легковом автомобиле, там, типа, с ним. Ну, то есть, нет, если ты один едешь, то возможно, да, но он занимает все заднее сидение, грубо говоря, вот, в багажник не входит, вот, если ты там не пикап. Но классность, вообще, прелесть этого баула в том, что он не влезает на взвешивку в аэропорту, и он вот так бачком на него становится, и там, типа, 12 килограмм. Окей. Ну, никто не хочет связываться просто с такими сумасшедшими. Вот. Не говорит же о деле взвешивания, на такой прям плоской штуки, да все влезает. Нет, бывает и так, но вот где-то там, вот, в Бонос-Айресе на пересадках и в Риме, вот, у меня вот такие вот были истории, то, что бац, а если... Я в нем 32 килограмма везу, а он взвешивается, как 15 или 18, типа, и никто там все забивает, и ладно, езжайте там, типа. Если тебя на пересадке кто-нибудь завернет, что ты с этим будешь делать? В смысле на пересадке? Ну, у меня, у меня если багаж до точки уже летит, то он уже летит, он никуда не денется. В общем, каждый раз это такая, ну, удача, как у всех дайверов, наверное, такой эксперимент. Повезет, не повезет? Нет, ну, если меня на этом самом завернут, на пересадке, то, я заплачу денег за этот багаж, что делать? Ну, заплачу. Ну, я же не останусь из-за этого нигде, в принципе, да, то есть, маловероятно, что меня где-то из-за этого оставят. Нет, на тот вопрос, знаешь, как бы даже не с багажом, а с техникой, там, не сдашь, ты объектив в багаж, там, или костер или еще что-то? Нет, объектив всегда в фотосумке у тебя у меня с собой, всегда объектив в фотосумке. И еще не было, да, ни разу такого, чтобы тебя не пускали с ней в салон? Не было ни разу, но я, правда, с лоукостерами не экспериментирую с этим, ну, то есть, с лоукостерами я везу только фотосумку, как бы, и все. В смысле, другой ручной клади у меня нет, я стараюсь отдать там товарищам и так далее. Слушай, у нас на Камчатке аэрофот так завернул, вот с Андреем Сидоровым, привет тебе, кстати, передает. Да, привет, Андрей. Ему пришлось заплатить допу денег, прям уже на посадке завернули. Не, ну доп денег это еще ладно, бывает, что они просто упираются, ну, какие-нибудь, по-моему... они прям просили в багаж, знаете, и было все равно, фотоаппарат, не фотоаппарат, то есть прям уперто. И что, сдали в итоге, нет? Сдал он что-то там, да, прям рискуя всем, чем можно. Вариантов не было. Уже была посадка. Да, Ну, это какие-то, это самое, это... Не, ну, бывает, что нарвешься на каких-нибудь неприятных людей, но там надо всем улыбаться, стараться подходить к девушкам, девушкам улыбаться, и все нормально прокатывает. И у меня однажды было такое, что тоже мне сказали, что, типа, мне настолько рекомендовали, вам, вас на борт с двумя сумками, как бы, в руочной клади никто не пустит. Я такой, ладно, ладно, разберемся. И, в общем, я вешаю на одно плечо, то есть я обычно хожу, что у меня одна сзади, одна спереди, и я такой иду. Вот, и я повесил одну на одно плечо, на лямку, и другую на другое плечо, вот так они сзади, и вот так сзади они две торчат такие сзади. Вот, и я подхожу, значит, к посадке в самолет, и меня спрашивают, у вас одна сумка? Я такой, да, ну, проходите. Просто она такая. Нет, ну, видно, что их две, но у вас одна? Одна. Проходите. По аэрофлоту было обострение, как раз мы там в Норвегии были, как сейчас помню. А, было что-то в прошлом году такое, да, они там сзади давали, а потом забили. В позапрошлом году, как раз мы на командорах были, позапрошлом. Да, у них было какое-то обострение, и в этот момент они просто никого не пускали. Там, я помню, разбили кому-то Виоланчель за несколько сотен тысяч долларов. Ну, там, какую-то старую. Я помню, была такая штука. К счастью, я тогда летал не аэрофлотом, а чем-то другим. Куда-то в другое место, и, видимо, не связался с этой неприятной историей. Было бы очень неприятно, конечно. То есть, я бы, я бы лучше, я бы лучше взял другой билет на другой рейс, другой авиакомпании, чем отдал бы фототехнику в багаж. Ну, это вообще жесть. Ну, то есть, билет гораздо дешевле, чем моя фотосумка. Я потратил много лет на то, чтобы ее собрать. Слушай, я вообще не понимаю, почему авиакомпании не ведут отдельную плату. Я готова платить за фотосумку свои, там, 15 килограмм. Я заплачу, только пустите меня с ней на борт. А есть такие, как бы, штуки, что ты просто покупаешь вторую единицу ручной клади без проблем? Да, кстати, эти самые видеооператоры возят, просто соседнее место покупают и кладут туда сумку. Только надо заранее договариваться об этом. То есть, просто ты покупаешь еще одно место для сумки, она у тебя лежит рядом на кресле. Не всегда это бюджетно еще одно место. Ты говоришь, я готова платить. Это вообще не бюджетно. Вообще не бюджетно, да. Это все, это все, это фотография, это очень не бюджетно. Особенно, а подводная фотография, это не бюджетно вдвойне. Очень не бюджетно. Втройне. Слушай, какие у тебя главные расходники? Что у тебя в основном летит в поездках? Да у меня все летит. у меня, понимаешь, у меня же не только фототехника, я же еще, как бы, ну, я же организатор. У меня рации, бывает, споры, аптечки, что там еще? Ну, миллион всего там. Что летит? Все летит. Все постоянно летит. Рации умирают. Не знаю, там, все умирает. Постоянно. то есть, это, конечно, очень сильно зависит от того, насколько ты собран. Вот. Бывает, что теряется, там, вот, перочинный нож, там, какой-то, я в кармане ношу, вот, у меня потерялся на выигаче нож. Я так, блин, вот, маленький нож, ну, потерялся. Мне же нужно поехать в магазин, купить его, он там стоит, там, тысяч шесть, семь по нынешним деньгам. Ну, неприятно. Ну, вот, и таких вот потерь постоянно, постоянно. Вот. И вот, то есть, миллион всякой снаряги, не только фотографической, да, там, разные одежды, там, на разные случаи жизни. Мне же нужно всегда быть ко всему готовым. Я возвращаюсь к вопросу первому. Ты зарабатываешь что-то на этих поездках? Ну, я зарабатываю что-то на этих поездках, вот, ну, конечно, на технику. Ну, сейчас уже не критично траты на технику, потому что, грубо говоря, весь комплект собран, и я надеюсь, что он мне там, сколько-то лет он мне прослужит, пока мне не понадобится что-то там новое, супертехнологичное и так далее. Вот. У меня классный бокс. Вот у меня сейчас была проблема. А что у тебя на утекам? У меня субал. Субал? Ну, мне он нравится. Я, я согласен, я вообще, мне нравятся боксы и на утекам, мне нравятся и зоты очень. Вот. Но мне вот как-то вот в детстве понравился этот субал, ну, как в юности там, да, когда я начинал снимать, мне понравился этот субал, прям вот по дизайну, вот мне прям приглянулся, я прям захотел субал. Вот. И вот на каком-то моменте взял, разозвился и купил себе этот субал. Вот. Конечно, он где-то проигрывает на утекаму, где-то выигрывает на утекаму. Вот. Ну, там есть у него там откровенные там пару косячков, но он клевый, он мне нравится. Угу. Слушай, давай в завершение мне еще хотелось такой вопрос задать. Как ты видишь будущее природной фотографии вообще? Нет проблем, что заканчиваются сюжеты для съемки? И нет ли такого, что вот ты сейчас съездишь там туда-сюда, там куда-то запланировал, несколько путешествий, и все, и у тебя окажется, что снимать больше нечего, что все уже отснято, что 10 раз одни и те же кадры на конкурс повторяются, куда дальше идти? Или ты думаешь, что всегда будет что-то новое, что-то необычное открывать? Я скорее к второму версии склоняюсь, потому что, ну, есть довольно еще много, наверное, мест, о которых не знает, может быть, никто, да? Вот, например, меня всегда очень привлекали, привлекала Канадская Арктика. Вот можно открыть карту, все, что к западу от Гренландии находится, там вообще не пойми что, не пойми кто там был, не пойми там, как туда попасть, но там каждый перелет стоит там по 2-3 тысячи долларов в один конец, внутренний по Канаде, там жесть, вот, там почти никто не был, вот, это клево. Ну и таких мест, в принципе, много, тем более под водой, уж под водой-то точно. Я вот как раз с Дмитрием Орловым общался на эту тему, и вот он тоже разделяет мнение, то, что, типа, очень много места, которых мы просто еще не знаем, вот, и животных, до которых еще никто не добрался. Ну, и также, ну, конечно, если говорить там про какие-то инновации, да, ну вот, конечно, там дроны, разумеется, тем более там дальше и подводные дроны пойдут, они еще, уже пошли, да, как бы. Уже пошли, ну, как-то пошли. Ты, кстати, пробовал? Нет, я, ну, то есть я на выставке общался, да, как бы, но, ну, во-первых, он стоит там 300 тысяч, хороший дрон, во-вторых, он, ну, то есть я лучше подожду, пока они подешевеют, компактизируются, мне еще один чемодан 15-килограммовый таскать, ну, вот честно, вот никуда уже, вот, ну, я лучше сам побуду подводным дроном, но вот, может быть, на морже и мы возьмем этот дрон, не исключено, вот. Вот, кстати, хотел спросить, да, вот, как раз вариант, чтобы можно было выжить? Ну, надо его застраховать тогда, это тоже, ну, то есть, ну, все это осуществимо, все это делается, но, я думаю, что, безусловно, есть еще очень много того, что не снято, и, ну, вот, например, вот тот же Горшков, вот, прекрасно это подтвердил, вот, на этом VPI, вот, и мне кажется, что это, то есть, он продемонстрировал, вот, это именно во всей красе, то, что еще есть много того, чего, как бы, мы не делаем, не снимаем и так далее, понятно, что Леопард снимают, там, на ход ловушки, эти самые сотрудники, но там вот такие пиксельки, там, да, и ничего там художественного в этом нет, оно так, техническая съемка, вот. А вот смотри, ты говоришь про Канаду, а мы же в России живем, огромная страна, с огромными морями, да, океанами вокруг, и внутри, и озерами, и прочим-прочим, есть что-то в России, ну, то есть, что не снимали еще вообще никто, даже, там, те же самые BBC, или еще кто-нибудь, National Geographic, те, кто активно занимается, у кого куча денег, кто снимает постоянно, но до России, мне кажется, добираются, даже они с трудом. Ну, есть, например, два архипелага, Северная Земля и Новосибирские острова, которые находятся там, типа, там, над Таймыром и дальше, там, за Таймыром, туда, в сторону Чукотки, на которых, типа, бывали только ученые, и съемочные группы туда не добирались. Вот. Я не думаю, что там что-то там прям суперинтересное можно увидеть и снять, чего раньше никто не снимал, потому что, в общем-то, вся жизнь арктической, ну, то есть, там, там, Карское море, море Лаптевых, оно немножко, вроде, поведнее, чем Баренцево и Чукотское, но, тем не менее, это места, куда фотографы не доехали пока что, да, как бы, и, ну, ну, наверное, там, кто-то, может быть, был о коме, ну, то есть, я не могу всего знать, конечно, это даже архипелаги, о которых никто не слышал даже, то есть, все слышали про остров Брангель, много кто слышал про землю Франца и Осипа, но про Новосибирские острова, типа, никто не слышал, но туда, там, сложно добраться, да, как бы, там, нужно тоже нанимать корабль, там, авиаперелеты, там, тяжелые, там, какие-то задержки по погоде, дорого будет невероятно, вот, ну, там, я видел фотки ученых с какого-то из этих архипелагов, там бомбически красиво, то есть, там, как бы стол, вот этот остров, и он идет в бесконечность, этот стол с этой ответственной стенкой, клево, вот, не знаю, то есть, ну, север новой земли, опять же, он мало хоженый людьми, да, то есть, меньше даже, чем земля Франца и Осипа, а там, типа, как в Гренландии, то есть, там, типа, горы, ледники, айсберги плавают, ну, это круто тоже, да, мало кто там был, туда довольно трудно попасть, потому что там полигоны военные, надо обходить остров вот так вот по кругу, а на севере, там, нацпарк Русской Арктики, куда тоже нужно разрешение, по гранзону нужно разрешение, все это сложно, все это очень дорого, вот, но туда тоже можно попасть, тоже можно снять, то есть, люди едут в Гренландию, фотографы едут в Гренландию, снимать айсберги, ну, это прикольно, ну, то есть, мне это как бы не очень бы интересно, да, типа, ехать за айсбергами, но там кому-то это прямо нравится, прямо снимать айсберги, также можно снимать айсберги на севере Новой Земли. Вот смотри, ты говоришь про моря и океаны, а в пресной воде ты снимаешь? Или там нет ничего? Нет, для тебя интересного. Нет, но я снимаю в пресной воде мало, вот я начал снимать, вот, когда бахнул карантин весенний, я привез на дачу всю свою снарягу и полез, значит, снимать в залив тут у нас на Клязьминском водохранилище, и я там снял щучек каких-то, раков, жаб, вот. После львов не вдохновляет, да? Ну, это было прикольно, с учетом того, что там, типа, я до этого, типа, уже месяц просидел заперти, все такие в шоке, никто не знает, что делать, никому нельзя выходить из дома, там, и так далее, но это было прикольно, вот, в рамках этого. Вообще, я хочу снять в пресной воде сама, вот, такого, чтобы здорового сама. Я собирался в Голландию за ним поехать, потому что там есть конкретное озеро, где живет Большой Сом, там все это знают. А, говорилось, на Щелковском карьере живет Большой Сом. Ну, какой там, какой-то вот такой Сом живет на Щелковском карьере. Я не слышал, я не видел фотографии Больших Сомов. Ему говорят прям вот такой. Больших Сомов я не видел фотографии Щелковского карьера. Ну, вот, этой зимой, кстати, есть у нас проект с Астраханским заповедником, если получится, будет клево. То есть, нас с Кохом пригласили нырнуть на зимовальную яму на Нижней Волге, на Астраханском заповеднике, это яма на реке, в которой рыба спит зимой. И там спит, там лежат сомы в несколько слоев, и над ними еще карп и лещи стоят. Вот. И то есть там, я видел съемки подводных охотников зимовальных ям, но они на GoPro снимают там, да, и там вот такое все, значит, как в логове дракона, там этих сомов вот так вот, они вьются такие, они стрёмные вокруг друг друга. Вот. И вот я тоже хочу вот такое вот снять. Вот, если получится зимой съездить в Астраханский заповедник, то будет здорово. Вот. Опять же, как бы, заранее ничего не могу там сказать, что точно состоится, да, как бы, но, то есть у нас, скажем так, Матвеев это более такой верный проект, чем этот, да, у него там больше вложены уже усилия, потому что он... Мне кажется, у нас зрители все это записывают, что еще не снято. Тут Сергей Савя тоже всем привет передает, тоже спрашивает, что же еще не снято. Привет, привет. Благол не подводник, а поэтому просомов не так опасно. Но хотя уже его фотографии у нас на фестивале «Дикий подводный мир» висят, поэтому чем черт не шутит. Кто-то еще пресноводное, если, ну, так сейчас подумаю, ну, мало пресноводного, мало, да, то есть вот хочется снять больших сабов, может быть, я там, я там думал снять веслоноса в Америке, в Америке еще есть панцирник, такая, типа, древняя рыба, похожая на щуку, там, два метра и покрытая броней, вот. что-то большое, в общем, да, с большими зубами, да, двухметровая рыба, но она живет где-то в Техасе, и там очень мутная вода, вот, ну, ламантины, кстати, пресноводные, вот, во Флориде есть, тоже пресная вода, вполне себе интересно. Ну, там, мне кажется, кто только их не снимал. Ну, да, потому что это просто, вот, но я, например, не снимал ламантину, во Флориде вообще, в Штатах я был только на пересадках, я не был в США, к сожалению, вот, очень хочу туда поехать, у меня там уже разработан маршрут, как я там на машине, полтора месяца, значит, с женой, разумеется, поеду, там еще есть осетры большие, белые осетры, которых тоже можно поснимать под водой, попробовать, тоже в пресной воде, кстати. Ну, и там, в общем, и в соленой есть что посмотреть, и на суше есть что посмотреть, вот, ну, конечно, конечно, в основном соленая вода, пресная, это минорная история, скажем так. Из чата у нас Мус Фото спрашивает, ездишь сейчас только за счет туристов? Ну, я думаю, что ответ очевиден, да, это работа. Ну, да, это моя работа, да. Нет, бывает, бывает, что, нет, бывает, вот, например, Матвеев, мы как бы едем, сами все закупаем, вот, но заброска идет на корабле, который повезет нашу группу на новую землю. Понятно. У меня еще один вопрос, а как ты вообще смотришь количество людей, которые увлекаются вот такой фотографией, поездки в какие-то эксклюзивные места, ведь это же такой сложный порог входа, по сути, если так задуматься, надо купить, надо уметь плавать, да, под водой, надо костюм, надо там камеру с боксом, ну, и так далее, так далее, все это сложно, там, билеты на самолет, найти все это сложно, такие экспедиции, я так понимаю, что они не сильно масштабируются, ну, для людей, то есть, они съездили там в одну, во вторую, это не так массово, как, не знаю, плывы по Европе, грубо говоря, или как какие-нибудь путешествия даже пейзажных фотографов, да, которых сейчас очень много, ты съездил с одним, потом с другим, потом с третьим, и вот так вроде ездишь со всеми, вот, тут порог входа гораздо сложнее, потому что, ну, там буквально, там несколько, наверное, я не знаю, наверное, только несколько каких-нибудь групп, которые организуют такие сложные вещи, и это все дорого, как правило, не приносит никому денег, поэтому там на рекламу тоже не так, чтобы много оставалось, ну, в общем, это нельзя сравнить с большой туристической отраслью, как ты смотришь на эту индустрию, она вообще растет, жива, появляются ли больше людей, которые ездят с вами, остаются ли те, которые уже ездили, и что вообще будет в ближайшем будущем со всем этим? Ну, я скажу так, что у нас есть разные туры с разным, вот, как ты выражаешься, порогом входа, да, то есть многие туры, которые мы делаем Team Trip, как бы, ну, не нужно обладать никакими специфическими вещами, там, навыками и так далее, чтобы попасть в эти туры, да, вот, ну, скажем, ну, там, поездка, например, на Соловки, посмотреть белок с лодки, там, не нужно, типа, ничего, да, там, уметь и знать... Ну, посмотреть с лодки, если не так... Ну, Дальше, скажем, ну, я такую градацию, да, представлю, потом поплавать с сивочами на Камчатке, да, если ты умеешь, ну, то есть можно поплавать вообще с трубкой, тогда для этого тебе ничего не надо, кроме как мы пойдем в дайв-центр и возьмем гидрокостюм тебе в аренду, вот, хочешь поплавать с сивочами с баллоном, ну, там, не знаю, 25 погружений есть, иди плавай, окей, не вопрос, вот, тоже там в мокром гидрокостюме все это берется в аренду в Петропавловске-Камчатском и так далее, вот, значит, это там вторая какая-то градация, да, если ты хочешь понырять морским леопардом в Антарктиде, да, это немножко третья градация, то есть там действительно тебе нужно и уметь, значит, обращаться со своим холодноводным оборудованием и, значит, увлекаться и поехать и так далее, специфически это дорого, вот, но, тем не менее, тем не менее люди находятся, обычно к вам приходят новички или именно уже те, кто умеет, или вы их прямо ведете по этой цепочке? По-разному, и так, и так, и так бывает, бывает, что человек приходит и там, типа, вот, примерно там мало что умеет, а потом там растет, или там, мы растем вместе, там, я не знаю, вот мы с Димой Кохом, мы прямо с ним вместе вот растем такие. Вообще вы близнецы и братья, мы уже поняли. Да, вот. Я говорю, очень обширное, обширное поле для шуток про нас с Димой Кохом. Мы уже пользуемся, А лучше смотрите эфиры с Димой Кохом. А если, а если, там, скажем, говорить про какую-то экспедицию на остров Врангеля, да, то есть, если ты не собираешься нырять в ней, то там тоже никого порога входа нет, кроме того, что тебе это интересно и ты можешь тебе это позволить. И как количество людей, ну, количество людей? Ну да, количество людей, которые этим занимаются, которым это нравится, как ты их можешь оценить? Сколько людей, какая вообще у вас аудитория, грубо говоря, те, которые, ну, более-менее на таком среднем уровне, когда они уже плавают в костюмах. Ну, плавать может, ну, во-первых, мы мало ныряем с баллонами, у нас в основном фридайвинг, снорклинг, то есть, с баллонами, это, как бы, редкая достаточно история для меня, да, хотя я вообще начинал с того, что, как бы, стал инструктором по дайвингу. А расскажи, потому что я уверен, что нас много смотрят, как вы их называете, сухопутных крыс, типа меня. Вот. Я так никого не называю. Я шучу, шучу. Как всем сложно его отношить. Я шучу. Нет, ну, окей, те, кто вообще не представляет, вот для меня это до сих пор такая тайна. Ну, то есть, вы плаваете, просто вы надеваете костюм, да, маску, эту самую трубку. Ну, в подавляющей большинстве случаев мы плаваем по поверхности и заныриваем на задержке дыхания. Вот. Гидрокостюм, соответственно, подбирается по условиям. Но, если, скажем, говорить о ледяной воде, когда сухой гидрокостюм, то действительно нужно уметь хотя бы обращаться с ним надевать, чтобы это не вызывало стресс. Потому что, если, когда ты первый раз вылезаешь в сухой костюм, это просто дичь какая-то. Это прям реально страшно. Вот. А, ну, то есть, нужна привычка, да. Вот. А так, мы во многих поездках берем людей с нуля, обучаем. У нас нередко ездят с нами инструктора по фридайвингу, там, Игорь Ажикин, Максим Гурьянов, еще там, ребята разные ездят. Вот. И они прям в поездке обучают людей фридайвингу, прям в процессе. Люди ныряют с китами, правильно обучаются фридайвингу. И все, в общем, прекрасно у всех. Потому что... Все-таки такой более массовый сегмент, да? То есть, как бы таких прям суперсерьезных историй, все-таки минимальное количество. Ну, в смысле суперсерьезных. То есть, когда я акваланг, сухой костюм, и вот все. Их мало, их мало, да. Их мало. Реально, ну, то есть, если говорить там про мои объекты съемки, реально требуют акваланга только сивучи. Ну, вот серьезно. Ну, вот из... Ну, наверное, там, ну, сивучи и там сопряженные виды, типа морские котики, да, то есть, они тоже лучше, чтобы с аквалангом, да. Но и их можно снимать без. Ну, это будет гораздо хуже, конечно. Но все, что касается китов, леопардов всяких морских, там, какой-нибудь морской заяц, там, вот я снял, классно мне понравилось, белухи. Это все без акваланга. Хотя, наверное, что-то из этого можно делать и с аквалангом, но не факт, что получится эффективнее, да. А еще... Смотри, если это без акваланга, то получается, что с китами можно поплавать, ну, практически любому человеку, да? Абсолютно верно. Именно так. Так и есть. Вот, а вот, например, вот акула-молот вот здесь вот, да, вот с акулами как раз нужно, нужно с баллоном нырять. Потому что по поверхности плавать, это там, ну, во-первых, это опасно, во-вторых, ехать неэффективно. Вот. Ну, а вот с моржом, с моржом тоже придется плавать с баллоном, например. Вот это сто процентов. Там на поверхности ни в коем случае, не да, он тебя тут же сожрет. Своими зубами. Вы будете затраховывать? Затраховать себя? Затраховать из жизни? Ты прям рассказываешь про этих моржей. Не, а чего, что застраховывать? У нас, значит, спасение людей на море бесплатно осуществляется МЧСом, как бы, зачем нам страховка? Но если меня, если меня убьет моржом, то я не думаю, что там какая-то страховка мне поможет. Да, такое себе, в общем. Ну, будем надеяться, что все пройдет отлично, и я уже с огромным нетерпением жду этих фотографий, потому что, ну, действительно, штука эксклюзивная. Кстати, а ты можешь дать нам ссылочку, кто-то же из Павла, да, уже с моржами, ты говоришь, вот эти вот, в Канаде, да, по-моему? Ну, есть несколько человек, которые плавали с моржами, во-первых, это Пол Никлин, во-вторых, это мужик, который в Канаде живет. Если я не ошибаюсь, Алексей Молчанов плавал с моржами, вот где-то я видел вот такую вот фотку. Ничего себе. Я тут добавил Алексея Молчанова в друзья, чтобы у него об этом спросить, но он мой реквест не принял, ну, может, теперь принял, не знаю. Потому что я у него спрашиваю. Ну, во-во, спроси у него. Да, да, я спрашиваю. Может он мне расскажет, как он нырял с моржами, если он действительно нырял. Мне кажется, что я где-то видел пост, что он нырял. И мне очень хотелось бы... А, вот Виктор Лягушин, кстати, нырял с моржом в бассейне, ну, в дельфинарии. Он делился со мной опытом и сказал мне, что вы отбитые наглухо, короче, я бы никогда в жизни этого не сделал. И вообще... Я очень близка к Вите сейчас. Капец просто. Ну, я говорю, я не уверен, что мы до этого дойдем, да, то есть я не хочу как-то заранее какие-то там обещания хвастливые давать, потому что, ну, это просто проект, который сейчас, который меня воодушевляет, но вполне важно, что мы не нырнем там. То есть мы все это обязательно привезем и будем иметь возможность нырнуть, но нам нужно как бы смотреть на животных, на их поведение, там, оценивать и так далее, чтобы понять вообще, как бы, насколько это адекватно. Да, у нас в чатике, кстати, Мусфот пишет, Молчанов у нас плавал в Арктике. Вот. Так что, видимо, да. Нет, плавать в Арктике... Ну, подожди, это разные вещи. Варжан, мне кажется, что он нырял. В Арктике много кто плавал. Жень, если ты на короткой ноге с Алексеем Молчановым попроси его, пожалуйста, принять мой френд-реквест, и я ему задам вопрос про моржи. Я на средней ноге, но Андрей Сидоров на очень короткой. Я тебе сделаю реквест. Окей, если ты вдруг найдешь где-нибудь сейчас в ближайшие часы и дни ссылку какую-нибудь с фотографиями с моржами под водой, прям очень любопытно. Скинешь, пожалуйста, нам, а мы это в Ютьюбе разместим в описании к ролику. Потом, после уже завершения эфира. Хорошо. А тебе, ну, удачи. Мы все держим кулачки, чтобы все получилось, потому что кадры, я думаю, что получат совершенно невероятные. Я понимаю твой азарт и то количество адреналина, с которым ты ждешь. Этой поездки. Вот. И, в общем, это потрясающе, конечно. Удачи во всех проектах. Вот. Будем следить и дальше. Вот. Как обычно, ссылочки на сайт Станислава и на социальные сети мы оставим в подписи к этому эфиру. Вот. И спасибо тебе огромное, что провел с нами. Ветерый очень много всего интересного рассказал, любопытного. Я вообще невероятно удовольствие получил. У меня уже куча своих идей во время эфира. родилось благодаря тебе и твоему азарту вообще и твоим горящим, живым глазам. Просто вообще в диком восторге, что ты все-таки к нам пришел. Спасибо большое. Такой уникальный, классный гость. Спасибо большое. Ребята, очень приятно было пообщаться. Классно, здорово. Спасибо. Все. Всем пока. Спасибо.